Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня речь пойдет о декотировке тканей. Декотировка или декотирование, не путать с декантированием, это принудительная усадка текстильного полотна, которая проводится перед раскроем материала. Эту процедуру проводят для того, чтобы в будущем готовое изделие не деформировалось во время стирки или не село после химчистки. Хотя неподготовленный материал может деформироваться даже в процессе работы над изделием и даже во время хранения, неправильного хранения. Какие ткани нужно декотировать? В составе которых более 50% натуральных волокон. Натуральные волокна это шерсть, хлопок, шелк, лен, конопля. В том числе нужно декотировать и хлопковые кружева. Ткани с редким переплетением, букле, жаккард. Почти все тканные и клеевые прокладочные материалы, в частности используемые в книжках дублерин на хлопковой основе. Ткани из вискозы также подвержены усадке. А сейчас я подробнее остановлюсь на основных материалах, которые использую при пошиве ковриков и книжек и покажу, какими способами декотирую я в домашних и не только условиях. Итак, самый используемый мастерами развивашек материал это хлопок. Самый простой способ декотировать хлопок вы видите сейчас на экране. Это обильно увлажнить ткань из опрыскивателя и прогладить с изнаночной стороны по долевой нити. Способ простой, но долгий. Подсериальчик удобный, но, как по мне, не идеальный в плане качества. Почему? Дело в том, что на производстве текстильных полотен нити, волокна, подвергаются неоднократному растяжению. В так называемом состоянии напряжения ткани поступают на полки магазинов. Но при стирке или увлажнении происходит ослабление напряженных волокон и ткань дает усадку. Одни ткани дают маленький процент усадки, другие могут потерять до 7 процентов объема. Декотирование это напитывание волокон полотна влагой для того, чтобы они разбухли. После полного высыхания происходит усадка полотна. Мне кажется, в случае с пульверизатором ткань не успевает напитаться этой влагой. А местами совсем может оставаться сухой, так как брызги распределяются неравномерно. Поэтому я выбираю другой способ. Замачиваю материал в теплой воде и оставляю на несколько часов. Спустя 2-3 часа ткань уже достаточно напитается влагой. Теперь ее нужно отжать, но ни в коем случае не выкручивать. А такие ткани как лен даже не отжимаем, просто даем воде стечь. Сейчас вы можете видеть на экране, что одна из моих тканей полиняла. Честно, сама не ожидала такого от безупречного американского хлопка. Хорошо все-таки, что я решила замочить эти ткани, так как если бы я декотировала первым способом, это свойство не проявилось бы на этом этапе и могло бы испортить готовое изделие после первой же стирки. Теперь буду бдительней. Любую цветную насыщенную ткань нужно декотировать способом замачивания ткани с добавлением уксуса или соли для укрепления цвета в пропорции 1 столовая ложка на литр воды. Дальше нужно подсушить. наши ткани. Во избежание растяжения желательно это делать в горизонтальном положении, особенно это касается трикотажных тканей. Я это делаю на сушильной доске для белья. Накрываю сушилку белой простыней и раскладываю ткани, сложив их вдвое и стараясь максимально расправить их. Накрыв отрезы можно ускорить процесс сушки или вернее сказать впитывание влаги. Не даем полотнам высохнуть до конца. Еще влажную ткань отправляем на утюжку. Утюжить любые ткани нужно строго по долевой нити. Чтобы избежать неравномерного растяжения ткани, лучше сложить полотно вдвое лицевой стороной внутрь. Гладим сначала одну сторону, потом другую и ни в коем случае не заглаживаем линию середины. После того, как разгладили обе стороны, раскрываем полотно и разглаживаем оставшуюся площадь. И обязательно после всех процедур по декотированию дать ткани полностью высохнуть. Есть еще один материал, без которого практически не обходится ни одна развивашка и который дает сильную усадку. Это велкроткань. Раньше я ее замачивала, но раскисала бумага, которая мне очень нужна для других творческих дел. Каких, расскажу как-нибудь в другой раз. Это будет тема другого ролика. Поэтому сейчас декотировку велкроткани провожу следующим образом. Кладу велкроткань бумагой вверх, накрываю влажным проутюжильником, например, отрез светлого хлопка. И проглаживаю, добавляя еще и мощную струю пара. После такой процедуры велкроткань не сядет после стирки. Клеевая полностью не утратит своего свойства, но тем не менее будет намного удобнее прокладывать строчки. Но не всем тканям нужна принудительная усадка. Синтетику не нужно декотировать. А ткани химического происхождения дают усадку и деформируются от горячего утюга. Это также относится к наиболее часто используемому материалу в развивающих книгах и ковриках, фетру и вышеупомянутой велкроткани. Поэтому в работе с ними нужно быть очень аккуратными и строго придерживаться температурных режимов. Все ткани с ворсом, бархат, флис, плюш, вельвет и другие, если вы знаете, что в их составе есть натуральные волокна, их обязательно нужно подвергнуть принудительной усадке. Только эти ткани нельзя декотировать так же, как остальные. Им необходимо организовать что-то типа баньки. Видите что-нибудь на экране? Слабо? Вот это и оно. Если вы принимаете душ и в вашей ванной комнате такая же видимость, как у меня сейчас, можете развесить перечисленные ткани в максимально расправленном виде на какой-нибудь перекладине и пусть эти отрезы хорошенько напитаются влагой, а потом дайте им высохнуть. Таким образом можно декотировать и дублерин, но я все же предпочитаю другой способ. Теперь о декотировке дублирующих клеевых материалов. Декотировать тканые прокладочные материалы можно, как уже говорила, вышеописанным методом бани, но я больше доверяю замачиванию их в теплой воде. Чтобы не было заломов, я погружаю дублерин, не разворачивая рулон в теплую ванну. Правда, в рулоне у меня немного дублерина, всего 5 метров. Нужно, чтобы ткань полностью напиталась водой, поэтому я периодически поворачиваю рулон. Затем, не отжимая, даю стечь воде и сушу в расправленном виде. Клеевое покрытие при замачивании не растворится, так как сделано на полимерной основе, которая плавится только под утюгом во время дублирования. Декотировка дублерина для пошиво-развивающих книг – обязательное условие. Только после этой процедуры, после проклеивания, материал не стянется и не создаст морщин на основной ткани. Правда, нужно еще правильно поработать с утюгом. Если вы сомневаетесь в том, как же все-таки все сделать правильно, можно просто обратиться в ателье. И не только по этой причине. Сейчас я хочу пригласить вас вместе со мной посетить уютное ателье нашего маленького городка. Тук-тук. Мы находимся в ателье Тин Фэмили, потому что лучший способ декотировать ткани – это сразу же принести их в ателье, сразу после почты. Вы декотируете ткани? Да, конечно. Да? Отлично. Это же не долгая процедура, да? Нет. И за умеренную плату, я так понимаю. Да. На швейных производствах и ателье есть мощные парогенераторы, и декотировка происходит намного быстрее и приятнее. Сейчас Ира показывает способ декотировки тянущихся тканей, в частности, трикотажных полотен. Мне кажется, что для тканей с ворсом также подходит такой вариант, только нужно еще подстелить мягкую подложку. Например, махровое полотенце, как я уже показала выше, в домашних условиях на примере вельвета. Итак, девочки, сейчас мои ткани декотируются, а я сейчас сделаю несколько селфи. Смотрите, как здесь классно, удобно. И хочу сказать, почему я считаю этот способ сдать ткани в ателье самым лучшим. Во-первых, как только вы получили ткани, их нужно сразу же декотировать, и лучше сразу это сделать по пути из почты. Потому что вдохновение возникает внезапно, и также внезапно улетучивается. И будет очень обидно, если вы используете это время не по назначению. Эти минуты очень ценные, и нужно сразу приступать к работе, а не к подготовке тканей к работе. Поэтому ателье – это лучший способ. Ой, а еще в ателье могут внезапно прийти новые идеи. Смотрите, какие классные колпаки мы скоро закажем для нашей чудо-кухни. А это можете сделать и вы, кстати. Не только колпаки в нашем классном ателье Тинфэмили шьют, шьют что угодно, шьют, да? Да, конечно. И без примерок, если вы сами можете их сделать, в любую точку планеты, или только Украины, планеты, в любую точку планеты, вам могут отшить любую вещь. И это без преувеличения. Наши мастерицы выполняют любые заказы. От удобных современных худи и спортивных костюмов для всей семьи, до элегантных платьев и вышиванок с ручной вышивкой. А если у вас остались бабушкины рушники, вы можете дать им вторую красивую жизнь. Девочки предложат вам оригинальную идею наряда, вы будете в нем неотразимы. Для мастеров Тинфэмили нет ничего невозможного. Это и корпоративные заказы на униформу. А может быть вам нужна куртка, пальто, или может быть пальто-трансформер? Или может быть у вас есть сад, и вы хотите обновить подушки? Наши феи могут все. У них есть что предложить даже вот таким необычным клиентам. Сделайте заказ в Тинфэмили, и вы точно останетесь довольны. В инстаграм профиле от Илье, ссылка под видео, вы найдете рубрику с подробными иллюстрациями, как снять мерки, если вы находитесь далеко и желаете, чтобы вам шили заказ дистанционно. Ну что, я убедила вас, что у нас здесь классные мастера. Тысячу плюсиков вам в карму за заказ у наших девочек и поддержку малого бизнеса. Ну вот, девочки, прошло совсем немножко времени, и мои тканюшки готовы к работе. Мое спасибо. Теперь, пока вдохновение не покинуло меня, я сейчас быстренько приду домой и начну творить. Вот и вам советую, пользуйтесь услугами от Илье. Пожалуйста. Спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...